12 декабря день Конституции Российской Федерации. В Чувашии, как и в других субъектах страны, в общероссийский день приема граждан свои двери распахнули государственные и муниципальные органы власти. Министерства, ведомства, администрации районов, городов, сельских поселений, различные учреждения принимали людей по личным вопросам без предварительной записи. Чиновники ведут прием граждан по поручению президента страны. Острые социальные, экономические и бытовые проблемы люди рассчитывают решить с помощью власти. Причем не только свои личные, но и общественные. Двугоустройство, ремонт дорог, строительство особо важных объектов, а еще вопросы имущественного характера, собственности и многие другие. В 30 лет у нас клубы нет. Был клуб? Если нет, вновь не послали. Все пора смотреть, клуб делать. Рассмотрим мы. Георгий Михайлович, сейчас смотрим. Суть обращения есть. Прием граждан также проходил и в администрации столицы. Специалисты консультировали людей по вопросам раздела имущества, оформления земельных участков. Жители поселка Альгеша по улице Айзмана беспокоят отсутствие уличных фонарей. Мы сказали, на месте приедем, посмотрим, поговорим. Надеюсь, что положительно решится вопрос. Вот уже 15 лет по разным инстанциям ходит Владимир Ильин. Вроде бы купил давно новое жилье, а переехать туда не может. Платить за то, чем он не пользуется, собственник не согласен. Мансарда, которая по договору является частью нового жилья, как таковым жильем считаться не может. Квартира невозможна жить. Там и горячей холодной воды нету, потолков нету, наружных стен нету. Незавершенная штукатурная работа, электриста на мансарде нету. Недостроена квартира по Максиму Горько 26, квартира 23. В 2005 году Госкомиссия приняла этот дом как восьмиэтажный. Чебоксарка Елена Гаврилова обратилась с просьбой помочь разобраться с земельным участком, который принадлежит ее близкой родственнице. Но вопрос собственности оспаривается. По многим проблемам, требующим незамедлительного решения, даны поручения ответственным лицам. Обращения граждан возьмут на контроль. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Игорь Зверев, Республика.